Виктор Пелевин. Дженерэйшн Пи. Памяти среднего класса. Когда-то в России и правда жило беспечальное юное поколение, которое улыбнулось лету, морю и солнцу, и выбрало пепси. Сейчас уже трудно установить, почему это произошло. Наверное, дело было не только в замечательных вкусовых качествах этого напитка, и не в кофеине, который заставляет ребятишек постоянно требовать новой дозы, с детства надежно вводя их в кокаиновый фарватер. И даже не в банальной взятке. Хочется верить, что партийный бюрократ, от которого зависело заключение контракта, просто взял и полюбил эту темную, пузырящуюся жидкость всеми порами своей разуверившейся в коммунизме души. Скорее всего, причина была в том, что идеологи СССР считали, что истина бывает только одна. Поэтому у поколения Пи на самом деле не было никакого выбора, и дети советских семидесятых выбирали пепси точно так же, как их родители выбирали Брежнев. Как бы там ни было, эти дети, лежа летом на морском берегу, подолгу глядели на безоблачный синий горизонт, пили теплую пепси-колу, разлитую в стеклянные бутылки в городе Новороссийске, и мечтали о том, что когда-нибудь далекий запрещенный мир с той стороны моря войдет в их жизнь. Прошло десять лет, и этот мир стал входить. Сначала осторожно и с вежливой улыбкой, а потом все увереннее и смелее. Одной из его визитных карточек оказался клип, рекламирующий пепси-колу. Клип, который, как отмечали многие исследователи, стал поворотной точкой в развитии всей мировой культуры. В нем сравнивались две обезьяны. Одна из них пила обычную колу, и в результате оказалась способна выполнять некоторые простейшие логические действия с кубиками и палочками. Другая пила пепси-колу. Весело ухая, она отъезжала в направлении моря на джипе в обнимку с девицами, которые явно чихать хотели на женское равноправие. Если вдуматься, уже тогда можно было понять, что дело не в пепси-коле, а в деньгах, с которыми она прямо связывалась. К этому выводу приводили, во-первых, классическая фрейдистская ассоциация, обусловленная цветом продукта. Во-вторых, логическое умозаключение. Поглощение пепси-колы позволяет приобретать дорогие машины. Но мы не собираемся глубоко анализировать этот клип. Именно этот клип дал понять большому количеству прозябавших в России обезьян, что настала пора пересаживаться в джип. Глупо искать здесь следы антирусского заговора. Антирусский заговор, безусловно, существует. Проблема только в том, что в нем участвует все взрослое население России. Так что пепси-кола здесь совершенно ни при чем. Случившееся было частью всемирного процесса, отраженного во множестве книг. Не обошел этот процесс и Америку. Хотя там все произошло совсем иначе. Кока-кола полностью, окончательно и необратимо вытеснила пепси-колу с красного цветового поля, что для понимающего человека равнозначно победе при Ватерлоу. Это было связано с деятельностью религиозных правых, которые очень сильны в Соединенных Штатах. Они не признают эволюции. Кока-кола лучше вписывается в их картину мира, потому что пьющая ее обезьяна так и остается обезьяной. Все лучшее нахуй! Те, кто ожидает увидеть передачу Аккоризии, разочарованы. И выберут. Жизнь – это одинокое странствие. То под палящим солнцем, то в лютый холод. Как часто дорога, по которой мы идем, ведет никуда. И неизвестно, где встретит нас смерть. Когда вспомнишь об этом, все в мире кажется пустым и ничтожным. И тогда наступает прозрение. Субтитры сделал DimaTorzok